Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите новости «Анапа-Регион» в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Ищут всем миром. В Анапе 12-летний мальчик не вернулся домой с тренировки. Развернуты поисковые работы. Высокая оценка на высоком уровне. Краевая комиссия проверила состояние отрасли здравоохранения на курорте. Ожили раньше срока. В Анапе более чем на месяц. Раньше заработали городские фонтаны. В Анапе более суток разыскивали ребёнка. По сообщению ГУМ ВД по Краснодарскому краю, в дежурную часть Анапы поступило обращение о пропаже Александра Вентьева 2005 года рождения, проживающего в селе Супсех. 23 марта около 16 часов он пошёл на тренировку и домой не вернулся. Мальчика искали сотрудники полиции и волонтёры. Особое внимание уделялось территории места жительства. Это Супсехский сельский округ. Также прочесывали все заброшенные стройки и места предполагаемого скопления несовершеннолетних. Для поиска ребёнка задействовано около 80 человек общественности и сотрудников полиции, в том числе участковые. Уголовный розыск инспектора по делам несовершеннолетних розданы ориентировки таксистам, маршрутчикам, казакам. По последней информации поиски завершены. Мальчика нашли сотрудники администрации города. Он сидел на лавочке в районе набережной. Как сообщили в администрации, ребёнок в порядке. На вид медицинская помощь не требуется. Его доставили в отделение полиции, чтобы передать родителям. Другие подробности пока не уточняются. Специальная межведомственная комиссия оценила развитие здравоохранения в городе-курорте за минувший год. Медицина в Анапе становится всё ближе и доступнее населению. Об этом свидетельствуют новые офисы врача общей практики, дополнительные места в дневных стационарах в сёлах, ремонт в главной поликлинике курорта и открытие её филиала. В руководстве муниципалитета говорят, что и на этом останавливаться не намерены. Заместитель главы города по социальной политике Людмила Мурашова показывает представителям краевых властей новую регистратуру в городской поликлинике. Электронная очередь, удобные места для ожидания, есть два окна для обслуживания сидя. Проект и его реализацию оценили. Он идёт в ноги со временем. Поэтому вот таких вот надо делать по всему краю, не только в Анапе. Отремонтировали регистратуру, а также открыли новый кабинет неотложной помощи на деньги из фонда депутата Госдумы Ивана Демченко. Он уже приобрёл два автомобиля для сельской местности. В минувшем году в Джигинке и Витязево открыли дневные стационары. Появились офисы врача общей практики в Хуторе Рассвет и в 12-м микрорайоне Анапы. Регулярно проводятся дни здоровья для взрослых и детей, когда специалисты ведут приём на селе. В их распоряжении появился мобильный флюорограф. Самое главное, чтобы мы вместе шли на повышение качества медицинских услуг, которые мы предоставляем нашим гражданам. Наш девиз, я не знаю, красной нитью идёт. Мы сначала, вроде случайно, произносили эту фразу, приближаем население к здравоохранению или медицину к населению. Я хочу отметить, что на самом деле, как-то сегодня у нас в голове уже это сидит, это прожито. И вот всё, что сегодня делают врачи, ну, не помните, что это громко звучит. Это вот как раз та прожитая мысль, та вот тема, которую сегодня мы озвучили, наиболее с нашей задачей. Мероприятие плановое. Совместно с администрацией и Советом города-курорта представители краевых властей и государственных учреждений подводят итоги года. Сегодня здравоохранение финансируется из федерального краевого местного бюджета. Фонда обязательного медицинского страхования, ряда других источников. Необходимо действовать совместно с поправкой на непростую экономическую ситуацию. Очень радно, что недопущено снижение коечного фонда, недопущено уменьшение объёма оказания медицинской помощи. В плане удовлетворённости населения оказания медицинской помощи, она тоже, в принципе, достаточно на хорошем уровне находится. Семь лет подряд рождаемость в городе-курорте опережает смертность. С другой стороны, летом нагрузка на городскую медицину значительно возрастает. К 180 тысячам жителей муниципалитета ежедневно прибавляется ещё 400 тысяч отдыхающих, многие из них с детьми. Как и во всей стране, одной из главных проблем остаётся кадровая. В этом году планируется пригласить 14 врачей по программе «Земский доктор». Им полагается по 1 миллиону рублей на приобретение жилья. Предложение уже приняли более 100 специалистов. Четырём медикам предоставят веномственные квартиры. Над этим и рядом других вопросов участники встречи будут работать также совместно. Работа городских служб по обращениям граждан находится на личном контроле главы курорта Сергея Сергеева. По его поручению, в посёлок Малый Утриш субсекского сельского округа выехала заместитель главы Светлана Яровая. Место отдалённое, но, как говорят местные жители, вдали от цивилизации не значит без её благ. В этом заповедном уголке всего полсотни жителей. В основном – бывшие работники рыбколхоза, дружба и базы отдыха. Это зимой, летом – в сотни раз больше. Наплыв туристов обнажает ряд проблем. О них жители написали главе курорта. Дорога плохая. Также в летний сезон увеличение туристов, потока туристов. Захламлённость посёлка. То есть мусора много. Вода, скважины нет. Оформление земельных участков. Прописка. Заместитель главы Светлана Яровая предлагает на месте обсудить наболевшие вопросы и постараться найти пути решения. Сейчас вывозят как раз в неделю, раз в две недели. Ну вот они здесь заключили договора на уборку. Люди собрали там определенное количество мешков, там сто мешков. Позвонили, сообщили, приехали, забрали. Жители посёлка дружные, от проблем не отказываются и готовы решать многие из них всем миром. Например, вывоз мусора. Впервые за все годы в этом сезоне местные жители трудоустроены в ЖКХ «Абсолют». Работа видна по всему посёлку. Мусор собран в мешки и подготовлен к вывозу. Мы можем закупить эти металлические контейнеры, изготовить в субсехе на них металлические крышки с замками, или хотя бы без замка, просто крышку, чтобы туда животные не попадали. Привезти эти контейнеры, расставить их вдоль посёлка по проезду автомобиля. Есть у жителей предложения по скважине воды и ремонту дороги. Электроподстанцию местные готовы взять на баланс. По поручении Светланы Яровой специалисты должны теперь проработать детали по земельным участкам прописки, даже если для этого нужны иски в суд. Одна из важнейших тем – медицинское обслуживание. У мамы у моей был инфаркт, я 4 часа ждала скорую. Жителям Малого Утреша ближе Абрау-Дюрсо. Как правильно оформиться пациентам в другую поликлинику, рассказала главный врач амбулатории номер 3 Варваровки. Вы имеете по закону право обслуживаться там, где вам удобно. Если понадобится, территории проработают этот вопрос на уровне глав двух городов. Обошли медики и дома жителей, изучив все обращения. По мнению специалистов, нерешаемых проблем в посёлке нет. Нужно только целенаправленно ими заняться. В Анапе раньше времени заиграли фонтаны. Обычно после зимнего перерыва их запускают ближе к майским праздникам. Однако в этом году глава города Сергей Сергеев поручил сделать это намного раньше. На сегодняшний день в Анапе отдыхают более сотни тысяч гостей. А это значит, курорт должен создавать приятную атмосферу отдыха уже сейчас. В прошлую неделю пусконаладочные работы шли во всех городских фонтанах. И вот их запустили в обычном режиме. Сегодня уже радует глаз анавчан и гостей курорта фонтан в Ореховой роще. Возле киноконцертного зала «Победа» необычный и стильный фонтан «Жемчужина Анапы» на набережной. И, конечно, одна из главных достопримечательностей курорта – комплекс из пяти музыкальных фонтанов на площади перед администрацией. Днём это обычные фонтаны, а с наступлением темноты они превращаются в поющие водные каскады. Вода подсвечивается разноцветными огнями, а струи словно оживают и танцуют под музыку. Красиво. Приходим вот сюда фотографироваться. Очень красиво. У нас, мы приезжие, у нас такого нету фонтана. Мне кажется, фонтаны приносят людям радость. Они могут смотреть на них, особенно вечером, когда есть подсветка. Фонтаны будут работать до октября. В ближайшее время после пусконаладочных работ запустится ещё один, последний на улице Ленина, напротив стелы город Воинской Славы. На курорте ещё одной зелёной зоны стало больше. На этот раз инициативу проявили предприниматели, входящие в состав Анапской торгово-промышленной палаты совместно с администрацией города. Они высадили порядка 40 саженцев деревьев, тем самым внесли свой вклад в благоустройство и озеленение курорта. Возродилась традиция высаживать новые деревья. Краснодарская – одна из центральных улиц города, достаточно оживлённая. Идеальное место для новой зелёной аллеи. Хочется привести слова нашего поэта Маяковского. Немножко перефразируем на наш сегодняшний день. Я знаю, город будет, я знаю, садут весь, когда в нашей Анапе такие люди есть. Коммунальные службы постоянно пополняют зелёное образство курорта. Местные предприниматели с огромным удовольствием откликнулись на призыв принять участие в озеленении. Причём многие это делают не в первый раз. Я сажаю уже третье дерево. Осталось ещё уравнять, построить два дома и двух сыновей родить. Но деревьев уже три. Каждый из нас. Чем больше насадить, тем будет лучше. Прохожие, ставшие свидетелями закладки зелёного уголка, живо интересовались происходящим. Галина Богданова живёт рядом в общежитии. С удовольствием делает различные поделки и выставляет их в полисадники. Засаживает газоны. Говорит, что в озеленении курорта участвует с удовольствием. Очень хорошо. Я счастлива. Такие чахлые газончики были. Всё, и представляете, это всё расцветёт такой красотой. За первый квартал текущего года проведена большая работа по озеленению города. Зимой спилили аварийные деревья, обрезали сухие ветки. Параллельно с этим высаживают новые растения и кустарники. Облагораживают газоны. Уже высажена весенняя рассада на центральных клумбах города. Нашли понимание от людей бизнеса. Люди с большим удовольствием вышли и приобрели посадочный материал. И мы помогаем провести посадку. Жители города и сами замечают, как курорт просыпается от зимы, и в его облике появляются новые краски. И уже совсем скоро она повновь засверкает своим великолепием в полную силу. Ко всеобщему благоустройству озеленению курорта присоединилась и молодёжь. Студенты филиала Московского педагогического государственного университета, вооружившись граблями и посадочным материалом, вышли облагородить территорию, прилегающую к вузу. Ребята своими руками разбили большую клумбу, обработали почву, высадили многолетние яркие цветы и несколько зелёных туй. Второкурсники с факультета дизайна признаются, что с большим удовольствием вносят свою лепту в благоустройство курорта. А их преподаватель уверен, что это ещё и пригодится будущим специалистам. Я всем объясняю, ребят, неисповедимые пути Господни. Вы, может, будете ландшафтными дизайнерами, потому что у них сейчас идёт общий дизайн. И это, в общем-то, вам пригодится. Потому что очень много детей городские, но они не знают даже, как посадить. Ну, поэтому старшее поколение передаёт свой опыт. На свежем воздухе, вы же сами понимаете, что это хорошо работать. Тем более, что молодые люди, много энтузиазма. Работаем с удовольствием. К нам уже каждое лето приезжают отдыхающие, и они смотрят на наш город. И мы должны его сделать гораздо красивее. Ну, то есть обустроить его, посадить цветочки, ну, как мы делаем сейчас. Литературная гавань Анапы в уютном читальном зале Центральной библиотеки провела встречу с известным кубанским поэтом, членом Союза писателей России Сергеем Зубаревым. Творческая биография поэта началась довольно рано. Свои первые стихи он написал ещё в 1964 году. Ему тогда было 10 лет. Однако полного рассвета его творчество достигло спустя 16 лет, когда он пришёл в литературно-художественное объединение «Парус». С того времени произведения Сергея Зубарева стали публиковаться в газетах и журналах Анапы, Кубани, а также Ставрополя и Санкт-Петербурга. Его стихи напечатаны во всех десяти номерах альмонаха «Парус», членом редколлегии которого он является на протяжении многих лет. На встрече звучали стихи Зубарева в исполнении как почитателей его таланта, так и самого автора. «Запомни вкус этого слова, почувствуй живое тепло, от этого слова простого, в душе как от солнца светло, оно слаще майского мёда, парного теплей молока, срывается капелька йода, на всякую боль с языка, в нём жизнь торжествует упрямо, и с радостью входит в дома, где слышится звонкая мама, или первая робкая мама». Автор пополнил книжный фонд библиотеки своими сборниками. В ответ сотрудники Дома книги подготовили презентацию о поэте и подарили ему редкое издание стихов Высоцкого. И в завершении выпуска информация от наших партнёров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведёт строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надёжную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам ещё одного партнёра программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте своё здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «Анапа-регион.ру». Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Приём врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-океан». Ваше здоровье в надёжных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова